Игнат Тихонович, вот сейчас уже скоро будет год, как прошло голосование за Конституцию. Я знаю, что вы никогда не ходили голосовать вообще до этого. Но здесь вы пошли и сказали, чтобы голосовали люди против изменения в Конституции. Можете объяснить, почему именно так? И вот какой через год, вот сейчас прошло время, какой-то вывод, может быть, сделали, ну, были ли какие-то изменения в вашем решении, что может быть правильно или неправильно? Вот хотелось это узнать. Да, я не голосовал никогда. Один раз только в армии было, там заставили. Но советское время было. Я на бюллетене написал, выборы не может быть на одного человека, хотя бы два должно быть. Все это обман. Ну, написал так криво, чтобы не догадались, кто. Ну, и вору спустил. Больше я никогда не ходил. Я понимаю, что выбирать нельзя. Если один человек, кого выбирать? Вон, один коммунисты представили. Здесь другое. Голосовать не за человека, а за изменения в Конституции. А спроси человек, он знает, что в Конституции? Мы не раз дорогой, когда ездили, в миссионерские путешествия были, рассуждали. Нам хватает этой свободы, которая дает нам современная Конституция, по милости Божией. Вполне. Не будь вот этой свободы, мы бы никогда не встретились. Я бы из лагеря еще не вышел. Там стройка навещивает. Не покаялся, значит, снова увеличивает. Дальше. Не было бы детского лагеря, не было бы деревни, не было книг, не было интернета в стране. Если бы, ну, как в Северной Корее. А если и было бы, так подрезали бы крылья-то живо. То есть мы рассуждали так, что нам этой свободы достаточно и полноте мы не можем ее даже использовать. Вот закон Яровой сказали, что вот такие это могут только по разрешению проповедовать. Мы даже ни граммы не задумались. Сразу же приступили. Максим Степаненко скинул какие-то правила. Мы сразу же достали, мы зарегистрированы в Краевом отделе юстиции общины. Ведем занятия. Пищать своя есть. Мы официальная организация религиозная. Крестово-движенская община. И те люди, которые ходили на занятия, мы им выдали справки. Отпечатали, что они прошли курс по священному писанию. Знают, как разговаривать, миссионерскую работу вести. А на листе, с другой стороны, регистрация наша. Батюшка расписался, я расписался как преподаватель. И сразу 18 человек получили от нас. Они еще не успели одуматься, а мы уже с документами сидим. И пошли. А полицию-то, видимо, настраполели. Ловить, смотреть. Там, как вот за свидетелями Его выгонялись-то. К нам несколько раз подходили. Очень хорошо, что вот эти красные, но Евангелие, по благоценению патриархи Кирилла, подписано. Знает он или не знает, но так написано. Я тут спрашивал, сколько примерно уже раздали. Примерно 3 миллиона. Вещь неслыханная для России никогда. Что еще надо? Крупным шрифтом, жирно. Ну и понятно, что надо узнать, чего они хотят. А кто это хочет? Народ? Нет. Есть такие, как Хабаровский край. Так чуть ли единолично проголосовали против изменений в Конституции. Этого тургала там, какого убрали-то, это не случайно все. Почему? Кто это затевает? Правительство. Ну, а конкретно президент не может не знать. Говорили, по нолям надо развести ему, и второй срок там еще что-то такое. Я не об этом говорил. Конституцию изменяют для того, чтобы иметь больше власти над подданными. Это только для этого. Потому что мы не использовали всех, сказать, льгот, какие дает нам Конституция. И вы за границу, и мы ходили. До этого-то все было. И в дома нельзя к нам врывать. Жилище мое, ну я если плащу, там, а я, тем более, в частном доме, я все плащу. Ну, правительство это делает для того, провести закон, что до этого, если что-то где-то сделали неправильно, юристы находятся, суды заваливают буквально и отменяют решение. Надо сделать так, чтобы не пикнул никто. Мы делаем по Конституции. Вот и все. Ко мне один подошел, и я говорю, ты как голосуешь-то? Потеряю-ки. Ну, я. Ну, чтобы изменения были. А зачем тебе изменения? Ну, может, что-то нам дадут. Это бы умею или нет? Чтобы нам что-то дать, они бы такую компанию затеяли, в миллиарды рублей это обошлось. Это не игрушка, не маленькая. Сколько людей-то получали, которые ездили, собирали эти подписи? Нет. У них отнять. Вот для этого все это делается. Ну, и правда, в Потеряю-ку приезжали специально работники, которые занимаются этим, с полицией. Ну, мы сели, написали. Я написал, что я против, мне этой Конституции хватает, я никак не хочу, и других я уговаривал, проголосуйте. Я пошел голосовать. Я видел и знал, просто ощущал, ой, беда, ой, беда народу будет. Рта раскрыть не дадут. Тут можно было как-то... А теперь они не сказали, какие изменения, они все время уже вносят-вносят, и сразу раз. Это принято. Главное то, что тут Дума проголосовала уже. Вчера уже выкидывают ролики, я не знаю, насколько это можно доверять, но по смыслу вполне зону какую-то, объявляющую, измечая зоной эпидемия, пандемия. И что всех людей из домов выселять? Грузить в автобусы и увозят большие автобусы поездами. Куда неизвестно, а где если родственники, дети остались, про это они дальше еще не подработали никак. Все. Выхода оттуда никому не будет. Смысл-то какой? Ну, а вы верующие как? Ну, никак, как я могу? Я если буду в городе, захватят деревню, через день приедут, заберут. Заберут? А как проверять? Они скажут, опасная зона, от вас зараза расходится. Нужно изолировать, обработать там. Найдут, что, хлорка или еще дурнее что-нибудь. Вот они тебе 7 миллиардов утилизовать и будут. Вот о чем об этом? У меня больше 100 роликов об этом. Там об этом говорит лауреат Нобелевская премия вирусолог. Он говорит, нас тут никого нету больше. Больше, говорит, моей должности нету никого. Лауреат Нобелевской премии вирусолог. Все это делается. И все эти надели намордники, все для того, чтобы убрать людей. Они нисколько нам не помогают. И вот сегодня мы уже вплотную подошли к этому. Проголосовали. Я не могу злорадствовать. Но скажу, получайте свое. Так они и без этого могли. Э, нет. Без этого это не так просто. Народ сказал, что они выбирали депутатов, когда этого не было. Почему вы это сделали без совета с нами? Тут большая смута будет. А теперь они в закон это все вводят. То есть подписали фактически себе смертный приговор. Если только все это так делается. Вот как я разумею. Это мое частное мнение. И основано на том, что я вижу и как разумею, как веруюсь. А что нужно делать? Ничего. Библия говорит, кому в подмещи, подмещи. Кому в плен, в плен. Больше ничего не надо. Только молиться. Мы знаем, Господь призрел, говорит, на одного царя. И у него нашелся только один годный. И он чуть не в младенчестве умер. Бог взял его. Остальные все пошли по этапам. Самое страшное, это плены. Вот захотачат туда. Медленно будут накачивать. Что? Я испытал это, я все знаю. Меня мучили по разным психиатрическим тюрьмам. Темницам. Ну, все это снято с меня. Злоупотребление советской психиатрии. Так это ягодками, говорит, не покажется. Только цветочки. А здесь выйти никогда нельзя. Меня выпустили. Потому что отец инвалид, там мать героиня, 10 детей, там все подняли. Что я должен дома быть. Я никуда на стенку не лезу. А потом-то еще второй раз я был. Теперь все то, как бы ни было. Все это опровержено. И вот такое дело. Так что я проголосовал. Теперь я свободен. Если со мной будет, вопреки моей воле. Определенные. Это перед Богом. Идти там митинговать и просить. Некогда. И некому. Все кончилось. Игра закончилась. Теперь нас никто не будет спрашивать. Они за закон с законом. А что если жилища такое вполне могут? Скажут, он заразный, выжигаем. И квартиры, и все. А еще, как скажут, самый лучший порядок отдать Китаю эту территорию. Что угодно могут сделать. Я просто беру какие варианты. И рта раскрыть нельзя. На что раскроешь? Там он готовится. Сейчас показали ролик. Герман Стерлигов. Сыновья носят ему оружие на стол. На столе. Завалил. Снайперские винтовки. Там и калаши. Там чего только нет. Ну, чтобы сдать властям. Это ему вроде подарили. Это в одном доме. Военный склад. Да, многие найдутся люди, которые не будут подставлять. Значит, тут как-то сказали обязательно за электроэнергию брать. Деньги не дают. Дают там. Вот у нас шинный завод. Ему колеса дали. И какатят. Колесами рассчитывались. Другие рассчитывались электрическими проводами. У меня ребенок был в лагере. А рассчитываться нечем. Ну, как в виде кабеля. Говорит, нам с работы дали. Не знаю, куда девать. Я говорю, ну, давай за ребенка-то сюда. Вот как. И дальше-то это все будут они наворачивать и наворачивать. Почему? Масоны. Правитель этот ничего не может сделать. Да, он может быть один из них. Иначе бы он там и не сидел. Так что пришла беда. Открывай ворота. И мы спокойно это принимаем. Этому должно быть. Но больше, чем 2,5 миллиарда им не убрать. Третья часть только написана. Зеленой травы погибнет в апокалипсисе. А 7 это никогда им не удастся. Я так, зная толкование, об этом говорю. Поэтому мой голос стоит. Зато я против. А по той конституции меня трогать нельзя. А они будут стрелять. Ну, вот электричество платить. Лезет электрика соединять. Тот вышел, мужик. Ты что делаешь? Ну как? Ты же не платишь уже 3 месяца. А чем я заплачу, когда не платят? Пенсии не дают. Ну, отключать. Я сказал, слезь со столба. Ну, и как я слезаю? Мне сказали, я... Он пошел в избу, ружье взял. В последний раз говорю, слезешь или нет? Я сейчас отключу и слезу. Он как дал ему, он повис на когтях только. Через 3 часа только сняли его. Все прекратили в этом районе, прекратились отрезать людей. Найдутся люди, которые не по нашему мыслят. Такие, как Квачков Владимир Васильевич. Герман Стерников тут тоже на той стороне. Много таких. И кто этим будет заниматься, это... Он как... Лесло... Текиш этот был. Обыкновенный пресс-фитер. Ну, он кальвинистам принадлежал в Румынии. Решили передать с места на место его сдвинуть. Николай еще ушел. А люди за него. Они давай там что-то еще добиться. Военные пришли с полицией. Мгновенно... А у них секуритата, тайная полиция. На нее опираться. И ее сразу же стрелять всех. Вон бежать. Поймали. Тут же расстреляли вместе с его женой Еленой. Все. Из-за чего? Переместить с места на место одного. С церковного служителя. Ни один бы человек, ни один политолог не сказал, что может возникнуть революция, которая закончится 3 дня. Так и здесь может быть. В любой стране. Да, замысли делает сатана. Но исполнения без Божьей воли этого не может быть. Вот как я понимаю. Говорю личное мое мнение. Я нигде об этом не толку. А что говорить? Кому? В пчатуретке беседуешь. Одни матершинники. Я там агностик. Я атеист. Я безбожник. Мусор один. Да зачем эти люди нужны? Бабы с сиськами трясут. Один разврат. Аборты. Блудодеяние, умопомешательство. У Бога все высчитано. Эти люди не нужны на земле. Так и вы погибнете. Нет, мы не погибнем. Верующий в меня не умрет, говорит Господь. Не умрет. То есть мы имеем жизнь вечную. Поэтому у меня задача сейчас как можно большему часту людей сказать, что верили во Христа Иисуса. Приняли Его как спасителя и не умирали от страха. Как тут поместили как бы маленький рассказик. Человек шел и увидел, идет чума. А ты куда идешь в город? А зачем тысячи человек забрать? Но не надо. Ну, мне сказали, я завтра всех заберу. Ну, он в другой город, а потом приходит, ему говорят, пять тысяч умерло. Он опять с чумой. Ты же говорила одну тысячу. Я и взяла одну. А эти от страха умерли четыре тысячи. Вот и все. Не надо бояться ничего и никого, кроме Бога. Вот мой простой ответ. Я верующий. Поэтому сему надлежит быть. Матфея 24 глава, Иван Галтуки 21 глава. Они друг друга поддерживают. Сему надлежит быть. Воины, слухи. Не ужасайтесь. Не умирайте. А что, в плен, если возьмут, лучше будет, что ли? Ну, войну-то были, брали, как работали. Не давали ничего есть. Четыре с половиной миллиона сразу было только воином взято. И сколько их умерло-то? Сразу процентов 30 замерзли. Холода. Ничего не дают, не есть еще. Ну, и потом хватились. Это же рабочая сила была. А здесь-то что говорить? Ну, если дойдутся люди, которые по-настоящему будут сопротивляться, я не против, чтобы молились все этих людей, чтобы Господь сохранил. Это патриоты. Настоящие патриоты. А уж как там будет? Что нам говорят? Вот такое мое мнение. Ну, вот особенно же патриоты продвигали вот эту мысль о том, что нужно изменить Конституцию. И они, в принципе-то, у них как бы база, на которой они основываются, ее не подкопаешь. Что Конституцию писали американцы нам. Следовательно, она устроена таким образом, чтобы мы обслуживали другие страны. Следовательно, Конституцию нужно изменить. И эта Конституция та, она предполагает то, что у нас правитель наш имеет полномочий меньше, ну, недостаточные для того, чтобы вот освободиться от этого. И, соответственно, они под это, и под изменение Конституции для этой цели. С целью освобождения страны от, там, римского, американского в данном случае. Да не при чем эти американцы-то? Да будет уж им врать-то. Кто-то бы составлял кому... Да кто бы... Где это подтверждение этого? Ничего этого нет? Нет, нет, это у них есть. Это стопроцентное. У них прям есть, у них в их законодательстве конкретно, что они составляли нашу Конституцию. Это даже не отрицается. Наша Конституция составлена американцами. Я слышал это не один раз, и не прилагаюсь к этому. Ну, даже если и так... Чего бы ради-то? Американцам никто не составлял. Любая страна себе Конституцию составляет, а русские бы где-то ждали, кто составляет. Есть политологов сколько, экономисты еще бы они ждали оттуда-то. Ну, они как победители в холодной войне, по праву победителя составляют... То есть у них уже... Вот англосаксы, они сотни лет имеют колонию, сотни лет. У них огромное... Они знают, как управлять ими. Они составляют им законы определенные и назначают своих людей. Ельцин, он первым делом позвонил этому американскому президенту и отчитался то, что все, СССР больше нет. То есть это же никуда не деть. Это действительно так. Поэтому, а то, что там в Конституции, допустим, ни в одной Конституции мира не написано то, что мы являемся частью сообщества. Везде они сами себя воспринимают. У нас написано, что мы часть всего общего. То есть в нашей Конституции то, что международные правила, нормы международного права привели... То есть они больше, чем наши внутренние национальные законы. Это в Конституциях только колониальных такое есть. У американцев такого нет, у немцев такого нет. То есть это все такое... То есть патриоты этой виде, они, естественно, хотят это изменить. А почему меня просто не проголосовали, не убрали, если такие? Уже время идет, ракеты восстановили, выщеркнули и все бы. Так это нельзя. Это в том-то весе вопрос, что это не все это знают, не все это... То есть целая система внутри России, которая не дает России из этого вырваться. Целая внутри система, то есть непосредственно олигархи, у которых все счета за границей. То есть их держат за одно место американцы. Ну и все, целая система власти. Все обучены в Англии, многие люди там. Ну то есть многих устраивает то положение, то что Россия находится в таком состоянии. Их устраивает, и они не хотят менять этого. Поэтому они не позволяют изменить Конституцию. А Путин, он хочет ее изменить. То есть проволосовали, изменили это, вышли из подсоединения, лучше стали жить. А там не изменили то, что нужно было изменить, то не изменили. Не дали им изменить, не дали. Ну а что не надо, вот этого они сейчас будут прививать нам разные вирусы и права все отбирать. Не надо голосовать было. Никак. Пусть даже что сказали, пусть так даже. Мы живы, здоровы, и мы свободно работаем. С голоду не умираем. Ничего бы это не было, ни потеряемки, ничего. И у нас, на сегодняшний день, нас не преследуют официально. Приезжают, вот прокурор, помпрокурора приехал, там все осмотрел, и бывшем лагере, и увидели, как у батюшки там везде. Ничего нет. Посмотрели, и уехали, и на этом конец. Я вот только так думаю, что если, да, изменить, я понимаю, вот с точки зрения патриотизма, с точки зрения вот плотского, гражданского, я понимаю, что действительно наша страна, она не использует все, как должно использовать, все ресурсы, они не используются как надо. И, конечно, хотелось бы, чтобы она это все лучше делала, но я понимаю, что сейчас, допустим, Путин у власти, ну а после него-то неизвестно, кто будет, просто неизвестно. А если по конституции сейчас дать власть, непосредственно ему, ну или вообще полную власть, то потом-то придет по грехам-то нашим гораздо хуже, гораздо, и он-то как раз-таки все гайки выжмет. То есть он, да, допустим, будет страна у нас независимая, станет она такая, но мы-то сами дураки еще те. То есть, значит, вот как Советский Союз был, то же самое, то есть верующих будет угнетать, ну и пойдет не туда просто, не в ту степь, к примеру. Неизвестно. Божьей воле в том-то весе вопрос, что одно дело по-человеческой мысли, другое дело, а Бог как хочет, Бог, каким образом, что он хочет. Вот здесь я и склонился. Почему я вас послушал? Я по-человечески 100% за изменение Конституции, я потому что разбирался в этом вопросе. Но я не знаю, вдруг по божественной части оно неправильно будет. То есть не нужно то, чтобы страна стала свободная. Может, Бог этого не хочет, этого. Может быть, мы еще хуже себе сделаем от этого. А теперь вопль будет стоять, когда наденут ярмо, ярмо с шипами, и скажут, что я делаю. Они сейчас ссылаются только, принимают что-то, проголосовали, меняем, и не говорили, где они будут менять. Меняют совершенно никто из степи. Это можно было догадаться. Они это делают не для лучшей жизни рабам. А как угнетать их? Как остатки отобрать, что у них осталось? Изо рта вытащить? По-другому никогда правители не рассуждали. Это же не царь-батюшка православный. Ну, Игнат Тихонович, вот сейчас вот в Европе, там в Америке, сейчас там локдауны. Вот сейчас буквально там у них все закрыто, вообще люди не ходить никуда не могут. То есть там масонство, вот этот план на 100%. А в России мы видим, что он как-то затормаживает. То есть у нас ни законы не исполняются, ничего. Наоборот, как раз-таки вот та конституция нам обеспечивает, чтобы мы... То есть, допустим, нам прикажут иностранцы, и мы ее обязаны будем исполнить. Вот как ВОЗ приказывает, и мы исполняем. А если по вот этой конституции, то мы можем... Они прикажут, ну зачем же это делать-то? В конституции прописано. Да мало ли что сказано. В один день отрубают. В революции было как? И царя разрубили, и детей убили, и сразу все по-другому пошло. Бац, перестройка, все, опять все. А мы все не можем от Америки вырваться. Нет, это не то. Они... Неужели не знали, что миллиардерами в один день не становятся? Никому передали-то. Все в одну национальность пошли. Что они не знают? Теперь приняли там поправки, и что они вернут? Гусинского суда? Миллиарды Березовского? Или Дарипаски? Да нет, конечно. Нет, нет. Это можно вернуть. Хорошо. Был такой-то, такой-то. Избрали на место Собянина. Лучше стало? А тот вызвал недоверие. По недоверию убрали Лужкова. А Попов был, который до этого. А тот всем этим садомитам разрешил официально все. Один другого хлещи. И я вчера, кажется, сегодня слушал, там Жириновский, я скинул даже, как он про сельское хозяйство, и что там бабушка такая. Ну, это действительно. Можно было. А он сам пойдет работать? Да нет, конечно. Он нужен там сидеть. А что-то от него зависит? Ничего не зависит. Он говорит, мы закон голосуем правильно, они по-своему делают. А не там даже. Ну, тут понятно, в одном котле. Но чтобы за рубежа руководили, ни один правитель с этим не согласится. С чего ради? Они победили. Победили Германию, значит, и то она свободная. И контрибуции никаких уже нету на Россию. А тут бы они наложили день на ночь, кащали все недра земли и все-все-все. И бесплатно бы. Да нет, это... Так они качают в том-то весе вопрос, что целый... В день только миллиард, по-моему, уходит в день туда, в Америку. Это за счет финансовой системы, там какая-то проволочка. За то, что мы не можем печатать рубль, нам надо всегда доллары закупать. То есть мы все время дань платим. В этом весе вопрос, что Россия платит... Она из-за этого и бедна, что платит дань. Каждый день огромные суммы уходят туда, в Америку. И они это делают по праву победителя. Они нам установили, и они имеют на это право. Я считаю, что они имеют право. Они победили СССР. Они победу даже не считают. Никак не могут победить. Какая победа-то? Войны не было. Были соратники вместе. А что Советский Союз спал, так и так он уже догнил, как Горбачев показывает. Она сама развалилась, не я. Что на Америку? Как уж? У них есть знаки даже победы в холодной войне. То есть на СССР это лично... Значит, Советский Союз рухлый, что они на него наложили? Так все, они почти жили 20 лет за счет... У них уровень жизнью поднялся и в Европу, в том числе, только на Советском Союзе. Вот за то, что они его... Советский Союз-то теперь остался уже в другом варианте, в другом формате. А теперь дальше Россию. Дальше Россию. И в один день можно все отрезать, и все никому не подчиняется, и все. Ну, можно, чтобы тогда должно быть единомыслие в России. Чтобы так было, должны все так мыслить. Но там-то 70% тех, кто коллаборационисты, а их устраивает именно такое положение вещей. Или сажать их, как говорят, пришел в Сталин. Власти нет. Вот власти нет. У Путина такой власти нет. Он ее делает, эту власть. Но у него нет ее. И для этого нужна измененная конституция, чтобы получить эту власть. Вот так. Благодарю за доверие, что по первому вопросу противников нет. Ну, видите, он всю власть захапал, у него вся власть была. Генеральный секретарь имел полную власть. А у нас президент по конституции властью не является. Есть судебная власть, исполнительная. И так, судебная, исполнительная. И какая еще власть? Три ветви власти у нас. Судебная, исполнительная и забыла. Вы считаете, которая называется отбывание наказания. Так вот, президент не является, он является гарантом только конституции. Он не является, то есть напрямую какой-то властью. Он даже, если, допустим, документ какой-то, закон принимает Дума, если ему не нравится этот закон, но в нем нету никаких противоречий с конституцией, он не имеет права его отклонить. Не имеет права отклонить. А если ему что-то, он нашел ошибку, он отклоняет, и тогда они там пересматривают, и опять, и он уже не имеет права его, он обязательно подпишет. Поэтому антизакон, ну, даже будет он, допустим, хороший, допустим, святой человек будет, президент, он все равно не сможет сделать то, что нужно. Конституция ему не позволяет. Для этого ее нужно, ему дать эти полномочия. И вот патриоты, они как раз-таки на этом стоят. Истинные патриоты, не те, которые там, а вот на стоят. Они стоят для того, чтобы Путину дать власть. Наоборот, ему дать власть, чтобы он вытащил страну из этого. Я просто рассказываю, как они мыслят вам. Ну, понятно. Я и говорил, если бы я был неверующий, и меня признали бы угодным, я бы масона поступил. Участвовать в этих событиях. Ну, вот я бы, наверное, был бы вместе с патриотами России здесь. Но мне важно, потому что врагов-то нету для христиан, по сути. Нету врага. В этом есть вопрос. Молитесь за врагов, за царей, за начальствующих. Все это временное. И сам по себе человек, это вместилище червей могильных. Да. И я просто смотрю, апостолы, ведь тогда Иисус Христос, Иерусалим находился под оккупацией у римлян. Ну, и почему Иисус Христос и не апостолы ни разу об этом не сказали? Ни разу вообще этими вопросами не занимались. Почему? Вот для меня это самое важное. Когда я это увидел, прочитал, я понял, что мы вообще этим не должны заниматься. И они ставят, ставят, оттуда ставят. Пилат, это кто поставил над ними? И все распределено было. Сказали, казнить на крестах не можете. Поэтому они просили, только казнь должна быть римская. Ну и все. И мы сегодня должны сказать, нам нисколько не мешает это. А голосовали эти, да никто и спрашивал. Они побежденные были. Жили, да жили. И в это время тяжкое и темное является сам спаситель. И все были сытые. Вот это и есть. Это самое важное. Я когда и в толкованиях это прочитал, я понял, что вот этот путь, по которому идут все патриоты, он такой же, он правее относительно врага. Ты правее. Потому что ты как бы освобождаешься. Ты прав, когда ты освобождаешься. Но ты относительно Евангелия все равно остаешься неправым. Вот в чем вопрос. Ну все, вопрос закончен. Все, закончил.